В первую неделю июня в Париже проходил фестиваль «Сэйшн Ту Стайл». Россию на нем представлял ивановский танцор Атажана Лабиренов. В чемпионате, который организовал француз Мишель Мич Анума, хозяева побед не одержали. В хип-хопе и крампе выиграли американцы, а в хаосе – Атажан. Вообще, это первая победа, получается, в Европе для меня. Ну, вообще, русские танцоры, они, грубо говоря, это одна из первых побед в стиле хаос для русских танцоров. Можно сказать так, потому что у нас есть танцоры, там, девочки, они выигрывали, да, но они сейчас живут уже в Европе, как бы. А из нынешнего поколения хаос танцоров, то есть, это одна из первых побед для России вообще в этом стиле, на мировом чемпионате. Это не первая победа Атажана на международных соревнованиях, но все же она особенная. Соперники признались, что слезят за его творчеством через соцсети, перенимают опыт. Атажан в Иваново в свою школу танцев тоже привозит не только победы, но и новые знания. Много танцоров очень похожих, и мне хочется, чтобы наши ученики и вообще новое поколение было более оригинальное, все отличались друг от друга, и намного будет интереснее всем наблюдать за танцевальной культурой. Вот. И вообще, как бы, есть три самых центральных города танцевальных в России. Это Москва, Питер и Иваново. Это прям самых три топовых города, но, как бы, это не просто я сейчас так, типа, для наших ребят. Это так и есть, как бы, это и наши ученики, ученики из других школ. Мы и, ну, как бы, постоянно доказываем на всех чемпионатах в России, например, да, и вот за рубежом. Чтобы быть первым, нужно постоянно развиваться. Сегодняшний победитель и завтра должен не подкачать. Атажан рассказывает, что его саморазвитие держится на трех китах. Соревнования, обмен знаниями с другими танцорами и тренировки. Все занимаются по расписанию, да, то есть и есть определенные часы, но бывают моменты, когда так вдруг захотелось потанцевать, и какие-то идеи приходят, и лучше, как бы, этот порыв не отпускать немножечко, там, даже если 10 минут потанцевать, мне бывает 10 минут танца будет полезнее, чем час тренировки. У танцора, которого знают во всем мире, очень плотный график. Он много ездит и соревнуется, и судит чемпионаты, проводит мастер-классы. Но каким бы ни был цейтнот, для ивановских ребят у Атажана всегда есть время. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.